Та-ра-та-та-та! И всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я взял квадроцикл в CFMotoExperience, чтобы проверить настоящий китайский литр. А этот литр мне предоставил АТВ Армор, в котором можно купить квадроцикл с доставкой на дом. И это, кстати, очень актуально на сегодня. А также сдать свою технику в трейд-ин и получить скидку на новый. Короче, вы и так это всё знаете, переходите на сайт CFMotoExperience и записывайтесь на тест-драйв квадроциклов уже сейчас. Правда, я не особо уверен, что они сейчас работают, но да ладно. Пересаживайтесь поудобней, приятного вам просмотра. Сейчас будет очень интересно. Ещё у меня никогда не бывает рекламы каналов, но если человек покупает рекламу, значит этот контент чего-то достоит. Поэтому я настоятельно рекомендую подписаться. Канал Перфилов. Парень снимает покатушки, обзоры, ремонт, ну и кучу-кучу всего интересного про квадрик. Недавно он чуть сам не утопил свой квадрик и сделал на этом очень качественный контент. Если заинтересовало, то обязательно заходите и подписывайтесь на его канал. Каждый подписчик для него очень важен, он реально конкретно старается. Ссылочка на его канал будет в описании. Всем привет, ребята, я рад приветствовать вас в этот понедельник. И сегодня я поехал кататься в прекрасный мотопарк Вильяминова на не менее прекрасный CFMoto Experience. И сегодня у нас с вами будет литровый X10 CFMoto. Но перед началом всех этих действий я хочу вам показать своего нового ребёнка. Этого ребёнка зовут моя сестра. Сестра Оксана. Ей очень сильно идёт костюм моторэйф. Как вы думаете, сколько лет моей сестре? Напишите в комментариях, сколько лет моей сестре. Оксана, поехали. Итак, выехал я с мотопарка и двигался в сторону деревни Ануфриеву, чтобы встретиться там с остальной квадрокомпанией и поехать там на какое-то их красивое озеро. Нормально? Весело? В садике расскажешь? Я говорю, подружкам в садике расскажешь? Ну, короче, вот такой вот он. Это с десяточком. Литровый, классный. Наверное, надеюсь, ничего не сломается. Да нет, в принципе, не должен. Восьмёрка-то нормально была. Крутой вообще такой фаркоп. Оптика, про которую я говорил. Пушечка, пушечка. Короче, тут то же самое, это по мотору чуть помощнее. А так, в принципе, всё. Всё как было, такая слава. Хотя, мне кажется, морда хоть чуть-чуть более плоскую сделали. Но так-то всё нормально. Да, это самый экспресс, просто обзор на квадрик, на светофоре, блин. О, так он рулится как бы отлично. Мне нравится. Не валится. Мощь здесь вообще безумная. Смотри, Субарь. Субарь пока! Субарь пока! Да, да, ушел. Прикинь, тут поворотники есть. Хе-хе. Какой же я мухосрать попал. Да. Ну, в принципе, всё, покатались, можно ехать и домой. Доехал и до точки встречи со Славой, и по пути я подобрал Дениса. Короче, вообще, диодная оптика, шуры-муры. Линзованная причём, понял, да? Смотри, как у меня на Мерси прям. Ну-ка, а дальний где? А, нефига. Фига, дальний-то оно так сделано? Ух ты. Круто-круто. То есть, это ближний, а это дальний. Ближний линзованный, это, конечно, мощно они сделали. Знаете, чё? Знаете, всё то же самое, не считая фаркопа. Вот этого, вот этот шурпесец. Вот, и, в принципе, рама покрашена в золотистый цвет. Цвет армянской мечты. Цвет армянской мечты. Ну, нормально, оранжевый цвет. Мне лично всё подходит. На костюме. И чисто, чисто, когда Мишаня угадал в костюмах. Вот, а так, в принципе, ничего такого нового. Всё абсолютно то же самое, что и было из Гры. Единственное, что вот рама, она прям покрашена в идеальный золотистый цвет. В принципе, всё остальное без изменений. Ну, сейчас мы с вами поедем уже в более, так скажем, его нужные для него условия. И там уже будем смотреть, чё да как. Чё да как, почему, зачем и как. Короче, пацаны, это же квадрик у нас-то с Китая, значит, тот с коронавирусом. Я сел на квадроцикл, а он оказался с коронавирусом. Нет, конечно, это очень классная техника. Она новая, прекрасная. Но я хочу попробовать её сравнить со старым квадриком, чтобы понять, что же всё-таки лучше. Вот это или вот это. Слав, можно, пожалуйста, я прокачусь? Ой, какой. Я помню, у меня давно такой был. У-у-у. А ты чё, аккумуляторы так и не поменял? Я после этой покатушки встал. Всё здесь на месте, да? Да, крабики и сам джик. Ну ты поставь себе выключатель массы. Туда вообще хрен доберёшься? Давай, пробуй. Сейчас попробуем. О! Всё, завожу. Давай, пробуй. О! Вот это тема, пацаны. Видали, да? Красота. Красота. Поменяй, пожалуйста, себе аккумулятор. По-братски. Сейчас. Ну, в общем-то, всё. Теперь мы едем уже в поле, куда там нам надо. Ну, короче, себе фото на данный момент так... Доказал, что по асфальту он может с лёгкостью. По асфальту мощи вообще спокойно хватает. Сейчас мы едем в лес, в грязь и будем пробовать проехать там на нём. Посмотрим, как он себя там покажет. Ага, они так и не убрали эту штуку. Ну, ладно. Поедем так. Очень на маленькой скорости. 35 и отсечка идёт на Элечке. И поэтому приходится вот, не знаю, на Ашке, наверное, ездить. Знаете, что мне больше всего здесь нравится? То, что амортизация у него очень охренительная. То есть он очень хорошо отрабатывает скочки. То есть хоть даже тебя и кидает, тебе всё равно не приходит так в спину, например, как мне на грязде приходит. Поэтому за, скажем так, комфорт здесь прям надо 5 баллов из 5 ставить. То есть, ну, вообще комфорт здесь охренительный. За это отдельный похвал вот Сиев Мото. Молодцы, очень постарались в этом плане. Ой, блинычки. То есть вообще прям выше всех похвал. Слушай, ну он комфортный, да? Комфортный только я на афиге. Почти не улетела. Почти не считается. Какие слова отрубила? Не, вообще, комфорт, конечно, прям пушка топ. На таком на дальнике ездить одно удовольствие. Руль не выбивается. Амортизаторы не пробиваются. Поэтому, блин, вот. Главный плюс, как я считаю, это, вот, конечно, комфорт. Какие бы ни были бы условия, тебе всегда комфортно. Какое бы ни было у тебя дорожное покрытие, тебе насрать. Ты просто едешь туда, куда ты хочешь. С комфортом. Поэтому здорово, здорово. Ай. Давайте попробуем здесь заехать. Заедем? Вообще спокойно. Легко и непринужденно, ё-моё. Приехали. А дальше на нашей дороге оказалось слишком много леса. Просто вот тупо покататься. Просто, блин, ветки хрен его знает. Здесь защиты нет. Чтоб пыльники не пробить. Чё, за ним, что ли, ехать? Чё, издеваетесь? Да, поехали. Мы на самом комфортном квадроцикле в мире. Чисто покатушка, блин, в деревьях. Опа. Аккуратно, вот это дерево, это беседка. Ай, бля. Смотрите, мы от гризлика-то не отстаём. Причём я с пассажиром. На длинной базе. И от гризлика-то мы не отстаём. А ещё мы на стоке. На гризлике бы я здесь исключительно стоя поездил. Ну ты там летаешь, конечно, чётко. Очень вот интересно. Здесь они сделали, видите, тормозную машинку и газ. А здесь ничего нет. А на BRP прямо пропорционально. И не особо на BRP удобно. То, что здесь-то удобно и газ, и тормоз есть. То есть в одной руке всё. То есть можешь каким-то другим делами это рукой заниматься. Вот, а когда здесь тормоза нет, а он здесь, я аж тогда на царевках по этому деревья и ловил на BRP. То есть не знаю, кому это удобно, но лично мне, например, неудобно. Поэтому вот это, конечно, лучше намного, чем на BRP. Но, конечно, всё-таки мне не особо нравится вот это разделение. То есть когда у тебя отдельно передний тормоз и задний, это в разы лучше, чем вот хрен. Но вот это, я так понял, только передний. А лапка, ну, педалька, которая под правой моей ногой, там сразу все четыре тормозят. Поэтому как бы да, скорее всего. Не знаю, зачем так делают. Как по мне, самое лучшее отдельно перед, отдельно зад. И ты тормозишь так, как ты хочешь. Как тебе нужно в той или иной ситуации. Вот так вот вообще не почувствовал гризлик, мы его вытащили. А знаете почему? Потому что масса решает. Всё-таки полтонны это полтонны. А, я ещё забыл, у меня сзади ещё сестра сидит точно. Тогда да, здесь какие нахрен полтонны. Здесь целый тонн. И всё равно ему это не мешает. Просто глумится над вот этими маленькими узкоглазыми. Ну, вы меня поняли. Не отстаёт. Вообще выросли, конечно, китайцы. Молодцы. Если сравнивать даже со старым X8, который утюг. Там утюг. Этот вообще, смотрите. Спокойненько, легко и непринуждённо. Идёт прямо за гризликом. И не уступает ему. При этом гризлик в этом моменте сейчас уступает нам в комфорте. Мы сейчас тут вообще на кайфах едем. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Ямаха, привет! Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. А сейчас просто смотри, как решает масса. Вот и всё. Да, от гризлика мы не отстаём. Я думал, будет в разы хуже, но наоборот. Мы даже его превосходим. Ну, если честно, то насчёт надёжности я бы поспорил бы, конечно. Всё-таки Yamaha есть Yamaha, но вот по проходимости, конечно, эмоции совершенно другие. Оп-оп-оп-оп-оп. Ха-ха-ха. 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 Что-то там страшно, но я думаю, мы пройдём это. Ага, колейность. Мы пройдём, почему бы и нет. Ха-ха-ха. Ну, наверно. Ну, ладно, у нас блокировка есть. Ну, либо сейчас попробуем, дожди, без блокировки. Нет. Оп-оп. Оп. 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 Томскоглазый. Думали, застрял, ага. Хрен вам. Здесь ещё блокировка есть. И очень, кстати, полезная вещь эта блокировка. Благо китайцы следуют всё-таки по идеологии Yamaha и оставляют принудительную блокировку. Вот. Потому что всё-таки, как мне кажется, она намного лучше. Бедолага, сестра летает там по этому заднему месту. Ну, чё, узкоглазые опять застряли? Оп. Застряли. Оп. Включили блокировочку и спокойно на ней выезжаем. И никого, никуда, ничего не дёргаем. Да куда ж ты едешь? Стой. Оп. Оп. Всё. Вообще не рыба есть. ПОДРАЙТИСМЕНТЫ ВСКРЫЕ СМЕХ Ля, прикольная тема. Вообще. В грязи тоже, реально, он прёт. Даже если он застревает, но пока что мы его не floor с Synapt. не засадили, я говорю, как бы блокировка и дальше идет спокойно, поэтому плюсик, плюсик и дальше сигнал работает и аварийка и поворотники кстати, вот это вот то, что пищит это когда давление масла ну, здесь стоит датчик давления масла и когда нет давления масла вот разыграл начинает пищать извещать о том, что нет давления масла ну, масло не поступает куда нужно из-за этого происходит масочное голодание и вот то, что они сделали именно звуковое сопровождение когда горит эта лампа, это отдельная пополам, потому что у меня как-то давно было на покатушке то, что кто-то на Ашоте, только их восьмом я не помню, кто-то что-то, короче, случилось, тоже датчик отработал вот, и таким образом мы спасли мотор, то есть как бы голодания не было он просто его заглушил вот, там что-то сальник потескал или еще что-то, я не помню ну, в общем, короче, очень грамотно они это сделали и молодцы мы почти приехали сейчас будет контент «Сколько раз» и «Сколько раз» «Сколько раз» идет Не, на самом деле, я думал, он будет намного слоу-пощней, но нет. Кстати, сейчас, это обычно прикуриватель. Ты видел это? Два USB, прикинь, отдельно. Я когда увидел, такой, чё, типа, ну, вот эти вот штуки. Нормально. Я думал, выйдет. Я тоже думаю. Возьми на это, телефон сними. Смотри, вода уходит. В общем, произошла беда. И я почему-то только сейчас обнаружил, что некоторые дороги в записи нет. И эта дорога шла прямо к озеру. Поэтому придется, к сожалению, без нее. Так, ну вот пора с вами прощаться. Спасибо большое, что были с нами все эти 20 минут. Подписывайтесь обязательно на канал. Пишите фразу «Китайский квадроцикл», если вы досмотрели до этого момента. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там всегда говорят правду. Всем удачи и хорошей карантинной недели. Увидимся с вами в следующей понеделе. И да, кстати, 7 апреля у меня днюх и будет праздничный прямой эфир. Поэтому залетайте всем, кому не лень. Всем удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...